Добрый день! Сегодня мы поговорим о витальных ответах. Что такое витальный ответ? Витальный ответ это ответ официальный своего рода документ правообладатель или первоисточник искомой информации. Запросы делятся на две большие категории могут иметь витальный и не могут такового иметь. Вот примеры. В таблице слева расположены примеры запросов, которые могут иметь витальный, справа которые не могут. Будем рассматривать их парами. Запрос в фейсбук. Поиск конкретного сайта facebook.com. Он и будет витальным. А вот запрос новости про фейсбук витального ответа иметь не будет, поскольку нет единственного централизованного источника новостей. Даже пресс-служба это только один из таковых. Еще пара примеров. Запрос фишки.нет. Здесь опять-таки ищут конкретный сайт фишки.нет. Он витальный. А вот запрос смешные картинки витального ответа иметь не будет. Даже очень популярные развлекательные ресурсы не могут быть официальным источником таких картинок, если ищут не конкретно их. Запрос гесметио погода из Москвы. У этого запроса есть ответ первоисточник. Вот ссылка на него. Она будет витальна. По запросу погода витального ответа не будет, поскольку есть разные компании, службы, которые собирают такую информацию. Еще пара примеров. Действующие налоги. Запрос из Москвы. У этого запроса есть ответ первоисточник на сайте налогового ведомства в регионе. А вот по запросу «История законодательства РФ» витального ответа не будет, поскольку у истории нет первоисточника, существуют разные позиции и следователи мнения. Еще несколько примеров. Запрос HTC M9 из Екатеринбурга. У этого запроса есть официальный ответ страничка смартфона на официальном сайте, его версии для России. У запроса «Купите HTC M9 или iPhone» официального ответа не будет, хотя можно составить объективно сравнение по параметрам, но такие вопросы не может существовать официального витального ответа. И последняя пара примеров. Посмотреть статус посылки почты России. Хотя не указано, что посмотреть хотят именно на их сайте, это уникальный сервис почты, даже сторонние приложения или сайты все равно обращаются к ее базе данных. Поэтому указанная страничка витальна. В то же время по запросу «Посмотреть афишу кино в Москве» не существует единого ресурса, который был бы первоисточником афиш. Это совокупность данных из разных источников. Далее мы будем говорить о случаях, где может существовать витальный сайт. Витальные ответы бывают в запросах двух типов. Это навигационные запросы, например, сайт чемпионат, ВКонтакте.ру, Авито, Пушкин. Википедия. И запросы, по которым существует первоисточник. Скачать дистрибутив Убунту, МГУ, как оплатить велосипед на станции проката в Москве. Витальных ответов может быть несколько. В рамках одного сайта, например, по запросу «Рено Меган» из Нижнего Новгорода, мы находим, что общей странички со всеми моделями «Рено Меган» нет, поэтому витально несколько страниц, каждая про свою модель. А также витальных может быть несколько в рамках разных сайтов. Например, запрос «Танки. Игра» из Санкт-Петербурга. Есть две игры «Танки. Онлайн» и «World of Tanks». Обе игры очень популярны, мы не можем выделить какую-то одну из них и оцениваем обе как витальные. В то же время любые другие игры про танки получат оценку «Релевантный плюс». они не столь популярны. Также очень важен регион. Например, запрос «Гугл» из Перми. Виталин будет сайт для России – «Гугл.ру». Общемировой сайт – «Гугл.ком». А вот сайт, например, «Гугл.М» не будет виталин. Это сайт для Армении. Виталиной может быть внутренняя страница сайта. Например, запрос «Авито. Недвижимость» из Москвы. Внутренняя страничка сайта, посвященная недвижимости в Москве, витальна. А главная страница сайта Авито – «Невитальна». Порой стоит проверять, действительно ли сайт виталин. Обратите внимание на разделы «Контакты» или раздел «О компании». Официальный сайт обязательно имеет какие-то контакты. Если их нет, это может быть подделка. Также обращайте внимание на адрес. Доменных имен много, и даже крупные компании могут иметь не обязательно домен «Ком», «Ру» или «Орг», но при этом проверяйте адрес на правдоподобность. Вот типичный пример обмана. Сверху спамный сайт, снизу оригинал. Жирным шрифтом я выделил различия в адресе странички. Конечно, даже если спамный сайт выглядит точно так же, как оригинал, он никогда не будет витальным. И, наконец, удобство использования. Важно помнить, что официальный сайт не всегда самый красивый или самый удобный, но он все равно получает оценку витальной за свою официальность. Пример – Гарайская школа из города Остров. Этот сайт давно не обновлялся, имеет подпись в разработке, но не перестает быть официальным источником информации. Спасибо за внимание.